Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар с «Затерика по пятницам», вебинар с Андреем Дуйку. Как всегда, по пятницам я провожу вебинар и, надеюсь, вам это подходит, потому что одной из моих задач является быть полезным для тех людей, которые меня смотрят. Большое вам спасибо за соучастие. Ну, давайте начнем. Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Специально я к таким вебинарам не готовлюсь и исключительно все зависит от тех вопросов, которые вы мне задаете. Итак, давайте начнем. Оленя Корень, Ольга Корень. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо вселенной за то, что вы есть. Мой сын Артур Викторович, 23 года, уезжает на заработки в Европу. Будет ли успех у него в этой поездке? Да, у него будет успех в этой поездке. Он не заработает огромных денег, но не стоит забывать о том, что есть еще понятие опыта. И опыт сын ошибок, трудных и гений парадоксов, друг. Именно поэтому его опыт будет бесценный. Он поймет и увидит, как выглядит европейский мир, что это такое работать с утра до ночи и так далее. Это очень отличается от принятого у нас восприятия Европы. Ну, когда поработает, будет, наверное, хотеть домой. Но, скорее всего, у него будет очень хорошо получаться. Что вы можете сделать вообще в случае, если у вас есть сын непутевый или сын, у которого не получается, но в вашем случае путевый. Я извиняюсь, это я не о вашем сыне. Если есть сын, который не хочет работать, ничего не получается, у него постоянные стрессы, есть очень хороший метод, я о нем очень часто говорю. Он говорит о том, что в случае, если у человека не хватает энергии, человек не может ничем заниматься. Куда он девает энергию, это уже другой вопрос. Но мама очень часто является как раз тем существом, которое может добавлять энергию своему ребенку через пожелание. Каким образом это делается? Представляете один раз в день вашего ребенка. Представляете, будто он еще маленький, только родился. И вы видите его не в том виде, в котором он сейчас, а в виде маленького ребенка, у которого маленькие ручки, ножки, щечки, красивые глазки, всех деток красивые глазки. И мысленно гладите его и говорите, ты мой хороший, ты мой зайчик, ты моя рыбка, пусть у тебя в жизни все получается. При этом ощущения должны быть такие, как будто вы его обожаете в этот момент. После чего каждый раз, когда вы с ним будете общаться, мысленно ощущаете чувства, которые возникают у вас, когда вы коммуницировали, по-другому общались с этим маленьким ребеночком. Это даст возможность вашему ребенку думать о вас и в дальнейшем заботиться, и вообще хорошо к вам относиться. Во-вторых, это такой удивительный метод, примирить маму и сына, или отца, и дочь, и близких между собой. И третий, открывает энергетические, наверное, компоненты для человека, которыми является очень часто любовь матери. Любовь матери является мощнейшей, созидающей энергией. А куда течет любовь в данном случае к вашему сыну? Туда текут и деньги, поэтому в случае, если он куда-то едет, и вы в этот момент начинаете думать о нем, но не переживать, а чувствовать к нему ощущения приятные, ощущения любви, заботы, радости, наслаждения от того, что вы видите этого в мыслях, видите и чувствуете этого ребенка, даже тактильно и вербально ощущаете, то это все приносит в жизни этого человека материальное благополучие. Я очень рекомендую это делать, пожалуйста, пользуйтесь. Марина Владимировна, здрасте, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как наказать вора, когда уезжала, дала ключи, чтобы присмотрели за квартирой, а меня обокрали. Доказать не могу, они все отрицают. Конечно, с удовольствием я готов это сделать. Вам быстрый метод или короткий? Смотрите, короткий метод, вернее, длинный метод, он более качественный. Говорите, первое, пусть все, что забрали у меня с моей квартиры, забирается вместе с моими болезнями и неприятностями моей семьи. И взамен того, что забрали, и заберете в дальнейшем в виде неприятностей, я забираю вашу молодость, успех, энергию и счастье. Пусть с этого момента это и начнется, и продолжится до того момента, пока вы полностью со мной не рассчитаетесь. Пусть с этого момента начнется, да будет так, аминь. О, классно получилось. Ирина Яцук. Добрый день, наш самый лучший учитель, семьянин и просто человек. Да, так приятно, что вы меня называете учителем и семьянином, и просто человеком. Приятно. Ну, спасибо, очень приятно. Ютуб ченнел. Ух ты ж, какое имя у человека. Ты ж надо, мама дала имя Ютуб, а папа дал фамилию ченнел. Ютуб ченнел. Добрый день, Андрей Андреевич, меня зовут Надежда. Да ладно, я думал, что вы Ютуб ченнел. 34 года. Несколько лет, как появились прям очень резкий запах пота. Прямо сильно. Какая может быть причина этого? Это как нормализовать, чтобы нормально было. Запах пота всегда является следствием бактерий. А бактерии, они развиваются и распространяются на фоне бактериологического окисления организма. Как правило, в случае, если взять блюдце Петри и положить лимон, и во второе положить соду с водичкой, то там, где сода, никогда ничего не заведется. А там, где лимон, заведется быстро. Обычно это говорит о гиперзакисленности лимфатической системы. С чем это связано? Мало двигаетесь, мало дышите, очень много переживаете. Есть даже такое понятие. При гиперневротическом состоянии, при фобиях, неврозах и даже психопатии, при неврастеническом расстройстве, любом невротическом компоненте, который возникает у человека, даже психиатрических каких-либо заболеваний, у человека появляется такой атипичный, токсический, очень ярко выраженный запах. По моему мнению, основа этого запаха заключается в неврозах. То есть, человек переживает невроз. Также хочу сказать, что это может быть из-за тотального исключения глюкозы из рациона питания. Потому что, когда приезжаешь в Китай или приезжаешь в Азию, всегда сталкиваешься и видишь, что эти люди практически не пахнут. То есть, у них запаха практически нет. Это очень часто связано с уникальной такой системой их питания. В их питании отсутствуют жиры, но в очень большом количестве есть углеводы. Также они сахара добавляют практически в каждый продукт, включая мясную пищу и так далее. Поэтому, в случае, если человек исключительно питается только белками и исключительно питается только жирами, по доктору Бергу, то у него тоже может появиться плохой запах. Но здесь вопрос, ладно, из-за чего? То есть, неврозы, неправильное питание, переокисление организма. Как с этим можно справиться? При окислении лимфатической системы можно справиться, если принимать анисово-нашатырные капли. 10 капель на стаканчик воды один раз в день. Также протирать те места или периодически купаться, или протирать свое тело раствором соды. Одна столовая ложка на один литр воды. Протирайте ваше тело после душа. Вот таким раствором. Обещаю, что после такого раствора появляться вторично запах не будет. Это очень эффективно. И также можно попринимать обычный корень валерьяны. Он уберет у вас невроз, и невроз будет развиваться не так активно. Кстати, уже доказано, что большинство неврозов является дефицитом двух микроэлементов и одного витамина. Два микроэлемента это кальций и магний, а один витамин это витамин В6. Поэтому в случае, если у вас неврозы, вам необходимы препараты кальция и магния, а также витамин В6. Найдите препарат кальций и магний В6. Принимайте по одной-две таблетки два раза в день. Наверняка успокоите вашу центральную нервную систему и восстановите ее. Уважаемые ребята, которые смотрят меня сейчас в прямом эфире в инстаграм. Я, к сожалению, не отвечаю на вопросы, которые вы задаете в инстаграм в прямом эфире. Если вы хотите задать свой вопрос, вам необходимо перейти в ютуб, на мой канал Андрей Дуйко и прямо сейчас написать мне свой вопрос. Здесь в инстаграме, к сожалению, я не читаю вопросы, а могу только делать трансляцию. Еще раз очень извиняюсь, переходите и задавайте все вопросы там. Поэтому не подскажите, не пишите, не читаю. Пожалуйста, извините. Все в ютуб, других вариантов никаких. Добрый день, Андрей Андреевич, меня зовут Надежда. Ответил. Екатерина Пономаренко. Здравствуйте, Андрей Андреевич, огромное спасибо за ваши труды. Происходят чудеса. Ура! Всего вам самого наилучшего. Ой, как приятно. Подскажите, пожалуйста, получится ли у нас с мужем в ближайшие три года купить новый дом? Да, получится. Скорее всего, вы поменяете недвижимость на лучшую. Дом это будет или что-то другое, не могу сказать, но получится, да. Галина Чернышова. Андрей Андреевич, я хотела бы задать вопрос, чем мне лучше заниматься? Мне откликается энергомастер на правильном я пути развития. Вы забыли, что основная наша судьба, она связана с понятием жизни. Вообще, здесь очень часто люди, они, вот вы сейчас сказали буквально вот что. Ко мне приходит человек и говорит, я хотела бы устроиться на работу. Подходит ли мне энергомастер? Ну и я хочу сказать вам. Скажите, вы когда-нибудь видели объявление, где было бы написано в этом объявлении, компания такая-то, такая-то, или там человек такой-то, такой-то, ищет или в поиске энергомастера? Ну-ка скажите, вы видели когда-нибудь услуги энергомастера, и как много людей ищет? То есть вот напишите сейчас в инстаграм у себя, я бесплатно провожу энергомастеринг, я не знаю, и хочу вам там продемонстрировать. Так вот, даже бесплатно, если будете предоставлять какую-то услугу, скорее всего вам никто не напишет. Я говорю это серьезно. Очень часто люди что-то придумывают себе и начинают в этой иллюзии купаться и наслаждаться. То есть вы думаете, что это значит вообще? То есть я по-другому приблизительно думаю. То есть вы тот человек, который понимает, как работают энергии, и можете помочь другому человеку, скорее всего, справиться с заболеванием, в виде человека, который может исцелять, помочь человеку увеличить его энергоресурсы, чтобы человек не успевал больше выровнять его судьбу, в случае, если вы занимаетесь чем-то, что способно как-то воздействовать на другого человека. Возможно предсказать какие-то события, если вы пользуетесь картами Таро или кубиками или рунами. Возможно, можете кому-либо помочь открыть чакры, почувствовать себя лучше, мотивировать другого человека. И вы это называете в комплексе энергоуслугами, которыми вы способно обладаете. И вам хотелось бы такие услуги демонстрировать другому человеку. Это похвально, это супер. Но я хочу вам сказать вот что, друзья мои. У кого много энергии, у того получается бизнес. У кого много энергии, у того получается не болеть. У кого много энергии, тот не болеет онкологией. Что такое онкология? Онкология это заболевание отсутствия энергии. Человек говорит, как при помощи мантр, как энергетически можно справиться с онкологией. Слово энергетически вычеркиваете. Почему? Потому что отсутствие энергии приводит в дальнейшем человека к тому, что у него появляется онкология. А человек говорит, как мне энергетически можно помочь от онкологии. Так, а не как. Потому что именно отсутствие этой энергии привело к тому, что онкология появилась. Тогда над чем нужно работать? Над увеличением этой энергии, которая возникает от разных моделей, поведения, философии. То есть восхищение жизнью и так далее. То есть есть целые механизмы накопления вот такой психической энергии. А отсутствие этой энергии приводит к болезням. Отсутствие энергии приводит к тому, что не получается зарабатывать денег. Приводит к тому, что в семье появляются стрессы. От того, что у человека появляются панические атаки, куча заболеваний. Это все отсутствие энергии. То есть когда человек говорит, я хочу быть энерго-гуру или энерго-чем-то и так далее, то он может этого не делать. Почему? Одна из особенностей человека заключается в том, что он хочет зарабатывать больше. Он хочет быть здоровее, чем все остальные. Он хочет быть успешнее, чем каждый другой человек. Но тогда используйте это для себя. Тогда будьте примером своей молодости, своей красоты, энергичности, великолепной семьи, большого богатства. Пусть у вас на шаг вперед делаются еще 10 шагов вперед. Почему? Энергия на первом месте. Чем больше энергии, тем больше успеха. Самые простые методы получения энергии – восхищение жизнью. Ай, как хорошо. Ай, какие хорошие. Удивление, восхищение, радость, испытывание какого-то счастья. Только не маниакального придуманного, а внутреннего, теплого. На что мы тратим? Конфликт, конфликт, конфликт. Выгляжу неправильная, толстая, худая. Поела, не поела, еще что-то, еще что-то. И это все приводит к тому, что мы расходуем такую энергию. Ну и, конечно, правильный ли путь у меня или неправильный путь у меня зависит от того, сколько у вас энергии. Не нужно реализовать себя на этом пути. Нужно реализовать свою жизнь, используя энергетические практики. Видя вашу эффективность, остальные люди без рекламы пойдут за вами. Так было у меня в свое время. То есть я был эффективный бизнесмен. У меня был охранник, который занимался, начальник охраны, который занимался и ставил у меня в магазины людей. Игорь, вы его знаете, материнка. И когда пришло время, он говорит, как у тебя так получается? Шаг вперед, пять вперед. Как получается, создал быстро это все у тебя получилось. То есть и такие моменты были, когда ничего не получалось. То есть люди говорили, что да невозможно открыть, да невозможно. Я ему говорю, слушай, мы откроем. Он говорит, да невозможно от верха до низа в этом предприятии открыть, ничего нельзя. Я поехал, поговорил с директором, потом с его замом и все открыл. И поставил там магазины в метро. И открыл магазины в городе. И за один месяц, к его удивлению, сделал очень большие обороты. И вот он у меня спрашивает, да как же так получается? Но почему это все работает? Ну что ты такого знаешь? Я говорю, это успех мегаэнергетического человека. Это успех человека, который делает все для того, чтобы повышать свою энергию. Чем мы повышаем энергию? Определенными мантрами, определенными дыхательными упражнениями, определенной йогой, определенной философией. И тремя принципами, которые есть в нашей школе. Это удивляйся, радуйся и будь счастлив. Живи настоящий момент. То есть вот эти все методы, они действительно эффективны. Ну и отвечаю еще раз на ваш вопрос. Зачем вам быть или иметь специальность энерго там чего-то, если вы можете при помощи этого сделать в жизни все, что захотите? Зачем кому-то делать? Сделайте себе. Сделайте себе. Ведите блог. Скажите, вот я пользуюсь энергией кундалини йоги. Стала спокойной, красивой, хорошей. Вот были морщины, нет морщин. Там бизнес не получался. Начала заниматься, теперь все дороги открыты. И так далее. Ну вот как-то так. А когда есть люди, которые чуть-чуть придумывают себе. То есть они говорят, вот я энергетически могу помочь другому человеку. Там дышат, дышат, делают, делают, рейки, шмрейки и так далее. И после этого человеку не лучше. И вам не лучше. И деньги взятые. Как бы чувствуешь себя чуть-чуть аферистом. Ну, занимайтесь эзотерикой правильной. А вот чем вам заниматься? Хорошо будут получаться услуги. Услуги массажа, услуги эпиляции, услуги с красотой связанные. Вот такое бы у вас получалось. А вот то, что вы сказали. Энергомастер. Возможно. Энергомастер. Если бы я знал, что это за специальность, я бы вам посоветовал. Если у вас есть возможность. Я забыл, что вы девочка. Если у девочки есть возможность сидеть на чьей-то шейке. И делать так, чтобы свесить ножки. И не заботиться о том, как кормить детей. И там, что в жизни предпринимать. И есть доступ к бесконечным финансам каким-либо. То можно быть пожизненно. Там, дизайнером, меценатом. Можно быть пожизненно энергомастером. Там, бесконечно открывать чакры. Но если вам завтра нужно срочно, в срочном виде, прямо с завтрашнего дня. Плачевать квартиру. На вашей шее есть дети и так далее. Такая специальность вам не подойдет. Вам необходимо прямо быстро, прямо сегодня что-то делать. Три принципа хорошего бизнеса. И три принципа человека, который делает бизнес и успешен в бизнесе. Первое. Обучайся. Очень часто от того, что мы чего-то не знаем, у нас что-то не получается. Человек говорит, вот я пробую там в инстаграм продавать, и у меня не получается. Чего? Не хватает? Не хватает обучения тому, как правильно продавать в инстаграме. Или в ютубе, или еще где-либо. Человек говорит, ну вот я хочу, чтобы кто-то сделал. Зачем? Попробуй сначала узнать это все самостоятельно. Настоящий человек, занимающийся самостоятельным бизнесом, он должен уметь все. То есть вот я в свое время, когда ЧП начал открывать, понял, что мне необходимо пройти курсы бухгалтерского учета. Потом я начал привозить из-за границы товар, понял, что мне нужно пройти курсы таможенного декларанта. Потом, когда мне пришлось заниматься бизнесом, я начал заниматься производством. Я понял, что мне необходимо понимать, что такое стратегическое планирование. Что такое профессиональное ведение фармбизнеса. Что такое построение вертикали власти в бизнесе. Что такое маркетинг. как проводить исследования когда в это все вошел интернет то пришлось заниматься и понимать что такое быть блогером как снимать как выпускать что писать что такое теги куда ставить хэштег для чего это нужно это все обучение то сегодня я могу сказать если у вас есть свободное время то отдыхайте если нет если свободное время и вы отдыхаете вам хочется чем-то заняться обучайтесь если первое и второе работайте или работаешь или обучайся и если не обучайся отдыхаешь если не отдыхать и вот здесь вот такой принцип 1 2 или 3 обычно люди утром проснулись всех обвинили в тик токи по заходили то есть человек в образе потребителя то есть он потребляет 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 если ты потребитель то тогда живи как потребитель тогда не обучайся ничего не создавая ходи на работу будь рабом чьим-то и будь потребителем бесконечного контента который делает кто-то простите я не хотел никого бить добрый день андрей андреевич можно ли практиковать все десять кодов снг 80 до ванюша доброго дня придбала на вашему сайте шум выполнение бажание деревьяный символ по можливости користуюся ними че выйдет умены реализовать все еще я хочу коли як все так дякую на бога надейся сам не плашай называется вы что вы что думаете смотрите вот эти символы вот эти коды и вот эти шумы и это все она помогает человеку помогает человеку дует в его паруса но для того чтобы в жизни все получалось просто деревяшечка и шум не могут быстро что-либо сделать между тем что задумал человек допустим и здесь все связано еще с тем какая у вас психическая энергия насколько вы вдохновенный человек каким путем будет идти реализация вашей задачи то есть это путем тяжелый труд тут труда или путем какой-то находки или путем открытия тайн каких-то либо путем там стопроцентного везения в жизни и так далее и это все сложно то есть скорее всего вы придете к этому но в случае если у вас не хватает энергии то может занять сто лет а в случае если энергии много то один год ну и что могут сделать шумы и что могут сделать деревяшечки ускорить этот процесс насколько понятия не имею как быстро ничего не могу сказать вообще вот вообще тогда зачем это нужно они помогут ну а если они не помогают выкиньте если не помогают здесь не от меня это зависит это зависит от того какая у вас энергетика если вы позитивный хороший добрый если вас любят это быстро произойдет если вы эмоциональный счастливый настроены на позитив если у вас жизни счастье если родители были хорошие если мама вас думает только хорошо муж ваша вас обожает и тогда если вы завистливая жадная всем завидуете ненавидите кричите подолгу обижайтесь но хоть деревяшечку хоть куда прикрутите шум как угодно слушайте а стать хотите допустим квартиру себе непременно хотите за 9 миллионов долларов в центре города парижа сколько это будет то понятия не имею у меня была такая ситуация когда-то приехал в хмельницкий и там проводил семинар который называется магия денег и пришла девочка и говорит андрей андреевич у меня муж работает на стройке он строитель а я работаю по набору крови забор крови палатная медсестра и я хоть хочу вас спросить запытаты скажите когда же в моей жизни появится porsche cayenne вы можете ответить ей на этот вопрос я говорю а что вы для этого делаете ну вот ответ был приблизительно такой же я читаю мантру денег читаю ее 108 раз она короткая мхрим шрим клим намах и я хочу чтобы у меня porsche cayenne был когда он у меня появится я и сказал правду какую правду так никогда не появится почему никогда не появится потому что в этой всей теме всего лишь две опоры одна опора это удобство которой находится данная женщина если ей удобно работать палатной медсестрой а ему удобно работать на стройке то тогда ничего не произойдет потому что они попали в ловушку номер один отсутствие дискомфорта если человеку комфортно зачем ему что-то менять тогда что должно быть изменение характера в какую сторону в худшую то есть она должна стать мегерой бросить своего мужа найти богатого мужчину он купит ей porsche cayenne второе как как это вообще должно все развиваться либо у нее вдруг какое-то прозрение она начинает понимать что и необходимо обучаться хотя на нее смотрел и понимал что обучаться она сто процентов не собирается я говорю вот вы занимаетесь забором крови можете объяснить что такое гемоглобин и чем он отличается от эритроцита и вообще какая у них взаимосвязь ну конечно ничего человек не смог ответить мне я говорю чем эритроцит вернее чем гемоглобин отличается от моноцитов ну и это по идее она должна знать на горит так а зачем мне это нужно мне главное там правильно поставить иголку там включить капельницу а сколько вы зарабатываете ну вот столько-то столько зарабатываю но идите в платную клинику я не хочу мне удобно это возле работы у вас есть дети да маленький ребенок но ему уже там 45 лет но я так мечтаю мне так нужен porsche cayenne а porsche cayenne зачем вам его же нужно обслуживать у вас достатка нет и вот у нее такой перес перепрыгнула она знаете она перепрыгнула а перепрыгнула вот куда смотрите porsche cayenne это это наслаждение удобством а у нее удобства нет квартире удобства нет с мужем удобства нет в отношениях удобства нет с собой удобства нет пошел тесная квартира и ей нужно начинать себя расширить удобство себя перестать себя казнить начать ухаживать за собой кстати постоянно было с грязными волосами надеюсь сейчас не смотрит меня удобство найти коммуникацию с ребенком обожать ребенка обожать мужа восхищаться им накопить деньги купить другую квартиру сделай так чтобы квартире было чисто убрать рухлять купить туда новые там все по чуть-чуть кирпичи же строится по чуть-чуть а сразу porsche cayenne это так не будет но возможно что-то должно быть сильное такое то есть она должна влюбиться в миллионера или он должен там сдавать ей крови сказать все обожаю тебя а у нее что-то помутнеть должное она скажет от супер я с тобой живу и он на последние деньги отдаст porsche cayenne и в этот же день закончить жизнь самоубийством она вернется к мужу это же уже фантастические истории согласитесь но может ли реализоваться жизнь я хочу вам сто процентов сказать если у человека есть наслаждение жизнью то тогда перед ним открыты абсолютно все возможности если человек наслаждается жизнью наслаждается просыпанием наслаждается движением наслаждается жизнью наслаждается радостью жизненно если вокруг есть люди которые помогают наслаждаться этим всем то непременно счастье будет в этом всем есть такой нюанс когда вы наслаждаетесь вы должны знать что обязательно будут процессы когда кто-то рычит то есть плохое настроение будет ума уже у жены и у мамы еще чего-то относитесь к этому как ступени если вы перетерпите то поднимитесь а если поднимитесь на более высокий уровень дохода если вы скандалите то не можете подняться обычно это устроено энергетический так она хочет больше зарабатывать чтобы в семье было больше денег и он хочет больше чтобы в семье было больше денег и они нацелены на одно и то же они ради семьи готовы это делать и после этого она скандалит на ровном месте он вспыхивает а вот если бы они перетерпели то это было бы шагом который бы поднял и ее и его и в этом случае вот такая толерантность и теплое отношение возможность забыть не нервничать не обижаться и ненавидеть является как раз теми ступенями которые даются богом для того чтобы человек мог преодолеть трудности или горбом или чувствами мы зарабатываем лига либо горбом либо чувствами да так в жизнь устроена живу с дочкой в аргентине шью одежду шло очень хорошо последние месяцы стало очень мало заказов если аренду плачу не понимаю почему и что делать вам нужно найти того кто вас начнет обожать вообще очень удобно делать все вчера буквально смотрел интересную программу про девочку магазин в нью-йорке этот магазин в нью-йорке он кафе в нью-йорке полностью разрушалась никто не ходил в это кафе и одна подружка другой подруги говорит ты можешь у меня это кафе взять но и вместе с этим кафе выплачиваемые долги а долгов много эта девочка говорит я так хочу заниматься ресторанным бизнесом тем более я обучалась но у меня нет возможности такой но согласилась и вот на нее повесили там миллионы долларов долгов она начала этим заниматься она рассказывает она говорит для меня это так вдохновенно было я так радовалась и я так радовалась что каждый свой успех новое блюдо новую картинку я вела инстаграм и фейсбук то есть я снимала каждое блюдо в инстаграме и снимала каждое блюдо фейсбук за два года она отдала долги сейчас она владелец нескольких ресторанов к чему я это говорю вы сейчас должны понять на сегодняшний день просто заниматься бизнесом уже недостаточно для того чтобы заниматься бизнесом необходимо еще и создавать эмоцию такая эмоция она порождает спрос если раньше предложение порождало спрос то сейчас предложение гораздо больше чем спроса поэтому должна появляться какая-то эмоция эмоция при выборе того человека которому придут и будут использовать как услугу но эта эмоция ее необходимо еще и распространять чем больше людей будет видеть вашу эмоцию тем больше людей будут вам вами пользоваться таким образом очень правильно что есть социальные сети публикуете постоянно что-то в социальных сетях чем больше публикуйте тем скорее всего она будет залетать публикуйте ведите социальные сети не один раз в день на протяжении недели а 10 постов в день и эти посты лучше рилсы так чтобы кусочки видео о вашей жизни где вы шьете где вы задумываетесь о том как необходимо шить где вы становитесь мастером где к вам кто-то приходит где вы выбираете ткань видите это и в тик токе в ю тубе еще где-то я знаю миллион людей которые на этом создали свое свое имя не сейчас путь к победе это путь быть знаменитым знаменитым это значит тем человеком которого хотят смотреть то есть разговаривайте говорите что угодно будьте смешными не смешными люди на ваши люди вас найдут это говорю серьезно сейчас любой блогер сейчас любой бизнесмен делает свой бизнес через занятия блогерством это особенность от которой уйти невозможно если вы хотите более дорогого покупателя аудиторию инстаграм если вы хотите взрослую аудиторию фейсбук если вы хотите любую аудитории популяризировать себя это youtube если хотите аудитории в украине это тик ток то есть вот таким образом находите аудиторию себе при этом не торопитесь платить деньги за продвижение за покупку там за там и все остальное все это делается холодно это как знаете растения садите дерево вы же его не можете подтолкнуть давай быстрее вырастай это очень хорошая черта у человека когда он может терпеливо ждать сегодня с женой своей разговаривал на говорит вот мы столько там я столько сил усилий там и так далее а там как это я думала что там будет очень быстро и много и много людей много покупок и так далее я говорю дотя дело в том что мир так устроен что когда человек садит дерево то это дерево растет медленно ты не можешь его заставить раньше времени давать плоды на первые два года он даст там маленькие яблочки а вот хорошие яблоки будут лет через пять-шесть это так мир устроен но что нужно делать нужно заботиться нужно это поливать нужно постоянно что-то делать так во всем ребенок 9 месяцев учится ходить а для того чтобы начинать участвовать в олимпийских играх ему необходимо 30 лет опыта и он возможно в 30 лет станет олимпийским чемпионом ежедневной работает тяжелой физической а люди делают так я 9 месяцев занимаюсь у меня начало получаться но плохо но его в баню так вы еще ни к чему не пришли для того чтобы что-то получалось ни к чему не пришли это люди очень часто говорят я хочу похудеть я начинаю заниматься спортом послушайте я хочу накачаться для того чтобы стать атлетом и выглядеть красиво как на картинке человеку нужно хотя бы три раза в неделю заниматься на протяжении 7-9 лет для того чтобы стать чемпионом лет 12-15 это при условии что у тебя за плечами есть еще опыт и там много во всем так вот человек говорит дуйко хорошо зарабатывает он эзотерикой занимается у него так я начал 2009 году я свой youtube канал открыл 2009 году и с того времени читаю семинары я сегодня посчитал у меня получается общее количество семинаров прямых трансляций которые провел только по эзотерике больше 600 до таких сумасшедших людей как я нет которые провели 600 вот наверное 630 семинаров по полтора часа ну по часу это 600 часов даже если значит это сколько сколько контента это прям но нереальное количество многие годы я этим занимаюсь и конечно и говорю что вот мой путь был таким я рассказывал о здоровье потому что имею такое образование рассказывал о бадах люди покупали бады слушали о здоровье я это делал много лет но больше десяти вот это и начала развиваться потом я говорил о своем на свои эзотерики о том что человек может видоизмениться начинал продавать свои ступени предлагать участвовать в каких-то эзотерических сессиях которые провожу до этим занимаюсь больше десяти лет поэтому и успех есть а можно ли по-другому можно конечно по-другому можно но это путь такой который надежный потому что если по другому то человек сорвал и через время о нем все забыли а когда человек делает себе имя то он делает это постоянно ежедневно по чуть-чуть вообще один из принципов блогинга он звучит так красивая вы или некрасивая нужно или ненужное хотите вы или нет каждый день что-нибудь выложите в социальные сети каждый день какое-нибудь видео любое записывайте вот назовите свой инстаграм страницу там вот чем вы занимаетесь там чакры открываете работа с чакрами и так далее каждый день любое видео вот я подумал что первая чакра она связана с землей что будет если я а первая чакра связана там с нашим телом с нашей кожей а что будет если я буду каждый день садиться попой на землю выходите одну минуту сидеть после этого второе видео вот я начала сидеть десять дней прошло и я заметил что моя мама начала ко мне лучше относиться видимо это связано потому что карма очищается если человек сидит на земле вот что будет если теперь смотреть на огонь и так я смотрела на огонь начала видеть в нем что-то а вы видите что-то в огне смотрите как много тем сразу возникает одна вторая третья а к чему это приведет в итоге к вам внимание приведет а потом кто-то узнает что вы там на картах гадаете еще поэтому шьете одежду теперь занимайтесь еще и блогингом милая моя делайте рекламу занимайтесь блогингом делайте эмоцию когда люди приходят посмотрите если эмоция очень поможет эзотерика какая смотрите если вас любят то тогда к вам течет любовь и в случае если любит только один человек муж собака и свекруха то тогда как бы мало любви и нужно куда-то людей не заставишь любить другого человека если он все время сидит за швейной машиной не заставишь любить тогда что остается есть божества иисус христос божья матерь есть там кришна есть будда кто хотите есть аллах есть ну какому вероисповеданию легче что вам там лежит и что вам очень нравится когда вы любите такое божество можно взять просто статуэтку какую-нибудь красивую когда вы любите и когда вы смотрите любите и ощущаете эту любовь то самому этому божеству этой статуэтки или самому божеству не нужна ваша любовь но это работает как зеркало поэтому когда человек любит божество то тогда к нему течет любовь поэтому если любить иисуса христа если любить божью матерь или какого-нибудь там святого или там святомученика или еще кого-либо не живущего на этой земле который является богом то тогда в вашу сторону может течь любовь так устроена система допустим чтение мантр там лакшми или праваки или там срасвати или еще чему-либо то есть человек ощущает любовь по отношению к этому божеству в его сторону в этот момент автоматически течет это любой после этом божество ваша любовь она не нужна и это приносит в дальнейшем материальное благополучие пользуйтесь пожалуйста александр гордиенко добрый уважаемый андреевич нашла работу по уборке помещения объем работ на целый день но успеть можно за три часа больше не заплатят справлюсь ли я справитесь найти другую работу почему работаете ирина скажите стоит ли отрабатывать практики старых ступеней стоит на тюре of paradise здрасте андрей здрасте что значит когда в дом залетают пчелы постоянно спасибо с уважением к вам лиза пчелы они трудяшки если залетают к вам то это говорит о том что у вас в доме есть мед а мед эзотерически обозначает популярность есть даже практика такая человек мысленно представляет будто обмазывает себя медом и говорит пусть все кто любит мед обожают меня ну вот так это работает это практике очарования мира поэтому видимо у вас кто-то очень красивый видимо в вашу сторону течет чья-то любовь видимо очень хорошее отношение к вам возможно там мужа детей или еще что не убивайте пчелы нехороший айгюль ты чуть-чуть . . . . айгюль . . красиво мой план и давай две ступени в бесплатном доступе затем три ступени в обновленной версии мой вопрос каждый день 7 мантр 12 практик так можно можно есть еще что-то нельзя совмещать когда я делал ступени то одной из задач моих ступеней заключалась в том что человек проходит ступень после этого используют практики думает над этим использует философию там в первой ступени есть философия там покупая материальное благополучие говорю скоро у меня это будет использует такую философию какое-то время использует практики там на первой ступени мантры обидян дыхи махеш варисам астамат хидан дыхи дыхи мипер мишу а там на или там мантра какая-нибудь или там заклинание для денег и так далее изменяет свое мировоззрение ставит ритуальную защиту успокаивает проходит какое-то время там четыре пять месяцев переходит на вторую ступень вторая ступень она связана с материальным благополучием и улучшением состояния отношения по отношению к вам это состояние в семье состояние к детям там еще что-то можно все практики от первой до последней использовать которые есть на первой ступени какое-то время переходите на вторую можете тени использовать оставить там мантру денег если вопрос денег не решен ну а дальше это ступени которые все дальше и глубже помогают человеку проникать в свой внутренний мир накапливать энергию ощущать эту энергетику видеть паранормально ощущать паранормально и это все плавно она создается но любимое что-то остается так человек может закончить всю школу ничего не использовать делать только ритуальную защиту чтобы не беситься и не нервничать и использовать методы привлечения денег там читать мантру заклинание или символ какой-то ставить ну и все а школа сама по себе тогда зачем проходить это познание философия это развитие это тренировка внутренних ресурсов открытия таких я их называю котлами внутренних когда человек одного можно от зажигалки заставить страдать а второго возможно никогда не заставите страдать и весь путь такой эзотерический в моей школе он как раз связан с тем что я помогаю человеку найти свой внутренний реактор построить его создать его ощущать его нацеленным быть на него ну и само по себе понимание эзотерики это понимание везения то есть человек эзотерик это человек мега везучий человек который не занимается эзотерикой это человек который попадает все время в конкуренцию то есть почему мне не везет так ты не эзотерик почему у меня не получается так а ты не эзотерик так а я эзотерик так а что ты мою школу проходил нет ну тогда какой-то эзотерик о вы сразу же хотите сказать андрей андреевич так а что это значит я там кого-то проходила что не за то эзотерики все каждый просто можете быть как я счастлив ли я невероятно от начала и до конца просыпаю счастливо и засыпаю счастье и счастье ежедневно счастье оно заключается в том что ты можешь делать то чтобы и что что тебе нравится жить с кем тебе хочется делать то что тебе хочется быть тратить на что хочется не думать о том где зарабатывать как зарабатывать это жизнь по принципу самолета где хочешь с кем хочешь как хочешь просто и выборы этот он самостоятельный то есть нравится все и это можно научиться делать можно научиться и человек там живет 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 потом говорит я просто четыре ступени у меня не получается пропустила тона нужно было отработать тона потому что так и находишься на одном тоне нужно знать там концепции там покупаю приобретаю там потребителя и руководителей там куча всего и это все человек может пропускать да я это знаю это знаете как учиться в мединституте там пропустил или там обучаться математике в начале когда начинаешь обучаться математике не понимаешь что такое сложение что такое сумма и потом бесполезно заниматься тригонометрии если ты не знаешь основ пропустил и потом так никогда и не научись или не понять что такое валентность там атома в химии и не понимать как электроны крепятся к этому и так далее что это такое не понимать что в таблице расположены там оксиды кислоты и так далее металлы газы ну и потом химии не научись а как бы ты не хотел а если сразу это понял то все будет получаться здрасте андрей андреевич бусина дзы упала выпал один из белых глазиков чуть краска облупилась талисман потерял силу ни в коем случае наоборот если талисман упал и что-то отбилось значит ему это не необходимо было так было нужно и значит нужно продолжать носить носите и он наверняка будет работать кстати напишите обязательно комментарий а кто носит бусину дзы или какой-либо талисман и может на сто процентов утвердительно сказать что улучшилось его либо материально либо душевно либо физическое состояние обязательно напишите такой комментарий делаю все когда хорошее настроение мне правда очень нравится хочу дойти до целителя супер с дочкой в аргентине снимаю комнату в мае вселилась новая соседка жить стало сильно труднее здоровье бизнес ухудшились как переломить ситуацию делайте ритуальную защиту и дочь ваша пусть выполняет ритуальную защиту если это исключительно связано с вашей соседкой это она воздействует вот таким образом что наверняка имеет место быть то ритуальная защита моей школе сможет вам помочь где найти ритуальную защиту есть бесплатная первая ступень она выложена в youtube бесплатно проходите ее там третий или на четвертый день я рассказываю о том как ставить ритуальную защиту что это такое но начните это делать вы будете удивлены когда через неделю она съедет также есть целая куча методов которые есть моей школе там метод убирания человека и своей жизни как сделать так чтобы она сама добровольно уехала от вас это методы работы со свечой и так далее ученикам школы вот такие вопросы они даже не интересны но вам видите это необходимо обожаю вас а я вас вы чудо чудная дива дива дивная нет это неправда чудо это человек сумасшедший и чудно это тот который делает неконтрольные или неконтролируемые действия на протяжении своей жизни это неправда я в своей жизни очень дисциплинированный и последовательный человек я дисциплинированно выполняю каждый день свои задачи у меня есть расписанный на неделю план на год план на годы план и даже на десятилетия я четко вижу картину своей жизни и четко целеустремленно добиваясь всего что мне необходимо ведь и звучит как аффирмация но я точно не чудю я очень последовательный мне никогда не плохо с утра я очень четко понимаю куда я двигаюсь чем я сталкиваюсь какие испытания когда появляется испытания как мне их преодолевать там что мне делать не боюсь коммуникации поэтому если вы говорите о чуде и диве поверьте мне это сто процентов не обо мне я как раз тот человек который не имеет постфактум таланта я когда был маленький понял что для того чтобы хорошо научиться играть на музыкальном инструменте необходима дисциплина при этом я дисциплинированно ходил каждый день играл два часа на трубе или там час на баяне и научился играть и на одном и на втором инструменте или занимался там азбукой морза и там ежедневно этому уделял время или там учил какой-либо язык каждый день и уделял этому какое-то время кстати спасибо было моей учительнице и она постоянно хвалила это очень меня вдохновлял то есть я очень последовательный был в школу тоже я открывал не было чудес я считаю что талант как раз и есть дисциплина ставите задачу и талантливо обучаетесь каждый день уделяет вам этому внимание упорство и труд все перетрут кому я кому я устроюсь работать няней такая причем причем тут вы елена симакова к няне коману или маленького как то вас возьмет к тому и устроитесь зачем мне это задайте себе этот вопрос для чего мне вам это говорить елена симакова скажите так какая вам разница на кого работать вам все равно работать кому я устроюсь нет скажите кого-то интересует еще этот вопрос кроме елены симаковой скажите это такой важный вопрос он прям очень необходим вам да вам самой он необходим к разница кто возьмет к этому устроитесь ах же швы смешаные людмила билик сын пивный алкоголик а чие в него майбутнє без алкоголя а катрина а катрина моему внуку джелалу шесть роков а моему внуку джелалу шесть роков у вас украина российский торик в детсаду захворив двичина бронхит была астма зодышка зараз першему классе обструктивный бронхит чо вечера по кашлю и депричина як допомогти дитине дякую эта причина называется невроз и вот этот невроз без отсутствия магния и кальция приводит ребенка к тому что у него появляется кашель вы ему лечите легкие а нужно лечить невроз у него самый настоящий невроз а невроз лечиться детским магнием кальцием и витаминами группы b поэтому вместо того чтобы пичкать его чем-либо лечите ему невроз это очень очень частое явление очень часто я детям назначал препараты успокаивающие назначал кальций магний магнумцит и так далее потом родители приходят и говорю а как кашель когда забыли уже об этом почему невроз полечили магнием а так это частое явление невроза они проявляются может быть виде поноса диареи может в виде запора может со стороны сердечно-сосудистой невралгии боли даже заболеваний позвоночника развитие тазобедренных суставов там бурситы остеохондрозы все неврозы есть один путь это путь развития экзогены когда человек там питается неправильно и так далее а есть эндогены когда внутри его происходят события которые он не может никаким образом переварить создает для себя страдание это все невротические его так она проявляется у меня была такая ситуация одна женщина она боялась неважно очень рада вас слышать и видеть крым с вами а я с крымом наша семья вам благодарна супер скажите пожалуйста по по получится у моей дочери анечки иметь детей получится показывают валентина подскажите вас как эзотеристки можно повлиять чтобы огород плодоносил и живность водилась выходите берете сахар и говорите все время из огорода брала плоды я обожаю тебя мой огород и примет меня дар и рассыпайте сахар клянусь это работает второе то же самое делаете с живностью заходите говорите все время я вас обожаю моя живность процветайте мои курочки мои уточки обожаю вас и люблю все время брала вас а теперь даю вам берете соль и соль сыпите на них и говорите как земля дает соль так живность у меня увеличивается добрый вечер найду я работу в ноябре да а у внука три года ставят раз он будет говорить да ладно в три года раз ставят не может быть что ж такое показывают что говорить будет моего отца может вы все-таки путаете может ему другой синдром ставит моего отца хотят уволить с фирмы в чехии могу сжечь это на свече да именно ли это право да прошел первое что вообще пусть не держится за это место он хороший специалист если уйдет с этого места быстро найдет другой пусть уже учет она в артянан можно ли мне заниматься карта метро очень сильно нравится да будет гадаю для себя мама не будет ли это плохо не а на гальчук порадите будь ласка чи варто мені після нового року розраховатись з роботи и идти на пенсию чи ще працювати показую чи потрібно працювати працюю на посаді керівника державного фінансового установа 28 років це дуже гарно но не звільняйтесь далі працюйте буде не дуже добре якщо ви звільнитесь ніхто цього не зрозуміло очень бы хотелось знать у моего сына ярослава 76 будут родные дети да я бы хотела узнать какую профессию вы поехали не отвечаю на эти вопросы мне они не интересны вообще не интересны вот вообще какая профессия моя понятия не имею лариса терехова скажите будь ласка чем займатось 43 року не могу не интересно мне простите вообще вообще не интересны мій сын зараз дуже хворий як нам зупинити хворобу чем лікуватись допоможить нам дякую пишите болезнь а не борисова расскажите пожалуйста подробнее семинаре которую проведете на 6 декабря я решил видоизменить все семинары которые провожу в своей школе на более современные есть целый ряд концепции допустим концепции привлечения денег там куда течет любовь туда текут и деньги коммуникация с богом ну и целый ряд вот этих самых лучших методов которые я за на протяжении многих лет выкладывал в разных семинарах ни для кого не секрет что я раз 15 проводил разных магии денег и наверное раз 40 проводил всевозможных сангая которые посвящены материальному благополучию сейчас я могу сказать спустя время что из этого всего можно вырвать или сделать такую максимально золотую компиляцию самых выгодных и самых успешных методов и практик которые могут помочь человеку вырваться из нищеты или плохого материального состояния особенно в наше время и мои рекомендации 1 эзотерические практики 2 мега эффективные коды 3 определенные заклинания символы 4 то есть я это все вам дам и с удовольствием проведу еще и обряд какой-нибудь там женитьба на деньгах и все остальное для того чтобы вы в дальнейшем использовали вот такие несложные эзотерические практики методы как бы в прогрессе своей жизни для того чтобы не кидаться с одного на второе а заниматься индивидуально своими методами также дам код который максимально сделает вас мега успешными быстро синченко ирина очень хочу узнать найду ли я в этом году ли следующем новую хорошую работу госслужащего показывают нет на данный момент наша структура рассыпает маленькие зарплаты ничего нет нет вообще у вас не идет хорошо галя по свиста к уважениям вам ученица за последний год ярко выросла в перспективной компании с которой уволилась быстро нашла новую в правильном направлении правильно это же сетевой бизнес у вас я так понял правильно вы на коне сейчас сегодня дочка уронила мою дочку милану миланы все будет хорошо да ничего страшного есть четкие из молитвенника покупали ей они работают на нее по четкие из молитвенника работают только на того человека кто на них читает мантры и коды ваши четкие с вами действуют добрый вечер паны андрею дякую ольга помозова я ольга мне 58 скажите будь ласка моя донька выйдет замуж так в наступном уроке ну так ей 33 я так хочу дочекаться унуки светлана заремба подскажите мне остаться участником где на данный момент работу или найти другую работу спасибо за совет не надо искать другую работу не будете быстро не быстро найдете будут большие проблемы не торопитесь с этим давайте в следующем году слушаю ваши эфиры щодня дуже классно дякую щиро підскажите будь ласка че буде эффективна операція по выделению полипов из пазуха раньше уже забирали знову з'явилися так вам потрібно лікувати и пройти таки аналізи які мають назву герпевірусна инфекція епштейну бара бо ці полипи мабуть у вас вони з'являються на цьому фоні і якщо будете лікувати герпес то полипи надалі не будуть рости і зробіть аналізи подивіться на торч инфекцію і да нужно удалять із пазух ваші полипи так і є саме лучшее можна вилікувати цю проблему езотеричну не все что растет имеет силу расти лаці а езотерична эта ну вот как вы не можете панять езотерична это начать ощущать себя начать ощущать нити в себе начать ощущать полип Ac Ao начать ощущать из-за чего начать видеть себя внутри начать видеть свое тело этому так долго They все развивать себе за то лично нет можно попробовать вдыхая нашатырный спирт я знаю что можно вылечивать полипы если каждый день делать ингаляции нашатырным спиртом вдыхайте носом закрываете держите выдыхайте через рот если так делать одну минутку каждый день на протяжении ну хотя бы 30 дней то полипы уменьшаются гарантированно так мама моя в свое время лечила меня при этом давала мне еще сок из картошки то есть натирала картошку выдавливала сок и давала мне столовую ложку я каждый день выпивал столовую ложку этого сока и давала мне но она не делала ингаляции она просто в макала на шатырь на шатырный спирт ватки и ставила мне в левую в правую ноздрю и ходил ненавидел это но это быстро быстро очень убрала у меня полипы и после этого они исчезли вот по сей день нет но я помню что это было очень быстро отец свое время навсегда вылечил мне горло очень болело горло после этого отец взял опять-таки хочу сказать что это не панацея взял не важно что он взял мне будут потом обвинять если это скажу в чем-то плохом игорь амбросимов я ученик пятой ступени хочу жениться не могу найти жену люди посмотрите здесь сейчас находится холостой мужчина как холостой мужчина не может найти женщину в наше то время ну что же это такое сделайте фотографию я холостой мужчина напишите свой номер телефона сделайте тик ток трансляцию и в инстаграм трансляцию делайте это на протяжении года они сами будут вам писать наталья педгирная здравствуйте дорогой андрей дэвич подскажите встречаюсь доктором станем ли супругом на будут ли дети один вопрос отвечай на один валентина внук чешется все тело как помочь ему от чего это толком не сказано ему 20 лет ран и риме если чешется все тело это может быть каким угодно симптомом это может быть клещ у него может быть бельевой это может быть пылевой клещ это может быть аллергия это может быть аллергия на что-либо это может быть у него нейродермит на фоне невроза не знаю я ничем не могу вам помочь это может быть чесотка анна иванченко прохожу первую ступень ради кожна клетина оскільки практик можно робота пидря то хочется перервы между ними може не чему я навчатся робота массажа тела так марина лебедева подскажите пожалуйста как правильно собрать коробку желания обязательно мелочи все на первой ступени все на первой ступени никаких коробок желаний только для учеников первые ступени только первые ступени никаких вариантов проходите первую ступень я там объясняю как собрать что делать куда ставить и это называется бум по милые мои я не отвечаю на вопросы в инстаграм я их не читаю если вы видите эту трансляцию в инстаграм переходите в youtube на мой канал андрей дуйко и задавайте мне вопрос в инстаграме я к сожалению ничего не читаю когда проходят трансляция читаю ваши вопросы только в youtube пожалуйста поэтому даже не пишите что мне делать андрей дей что изменить чтобы наладить бизнес пробую разные практики но людей очень мало приходит получится увеличить дальнейшем продажи нет не получится видимо то место которое вы выбрали она очень плохое из-за этого туда приходит очень мало людей ищите место ищите хорошее место где очень большой трафик людей либо видите блок для того чтобы эти люди приходили к вам то вы же не в турции ну и у вас конечно она тонет у вас или говорите с теми людьми которые сдают вам по этой дорогой аренде что этот бизнес у вас не может процветать что вы уйдете пусть вам там три месяца сделают бесплатные проводите акции думайте как продавать это через интернет ну вот как то так она у вас тонет я это вижу то практике что практике смотрите вам нужны люди а эти люди они даже не доходят до вас как они о вас узнают идет человек ему нужно зайти в торговый центр он не раскрученный мать магазин вас а там нет проходника ему незачем туда идти неудобно туда идти неудобно доходить неудобно приходить там есть коммуникации где вас еще знают ведите группу ведите тикток делайте так чтобы вас знали спасайте себя а так я открыла магазин я открыла интернет магазин и все и почему ко мне никто не идет но на этом не заканчивается этот бизнес его надо популяризировать задайте себе вопрос возьмите бумажечку как обо мне узнают люди когда к вам придет покупатель скажите как вы узнали обо мне человек скажет я узнала паша мне посоветовали говорите тогда тогда посоветуйте меня еще кому-нибудь я вас прошу паша я тону добрый вечер шановный учитель нашей чаревной школы чиро дякую вам пише Валентина Холован чиро дякую вам за ті знания якими ви з нами дилитесь учениться шостої ступені ступені шостого ступеню потрібно так казати читаю головка і вже мабуть можу спілкуватися потроху переходячи на українську мову дуже гарну солов'їну надалі буду вести проводити трансляции оці етеры еще и на украинской мове але хочу проводить их и на украинской еще на инших мовах подивимось як це в мене буде выходит татьяна добрый вечер дред речь мне 35 не складывается серьез все улетела если мужчина хочет подарить часы отказаться от идеи подарка лучше да очень часто если мужчина дарит подарок часы то рано или поздно расстанетесь старайтесь не дарить часы сами покупайте как справиться с болью в ягодичной мышце в седалищном нерве ставите руку на то место где болит и говорите ой так болит так болит так больно а потом ставите на другую там где не болит с левой стороны или там с другой противоположный горите а здесь не болит ура ура совсем не болит совсем ага вообще не болит вообще теперь там где не болит пусть поможет там где болит делайте так на протяжении каждого дня на протяжении 1 месяца и избавитесь от боли прикольно а вот так так на сегодняшний там семерка несет какой-либо вред или негативное последствия символ виде звезды семеркой внутри нанесенный на тыльную сторону наручных часов семерка это успех в артистизме пятиконечная звезда обозначает материальный достаток так случае если нарисовать материальном достатке быть артистом то тогда такой символ может принести успех артисту популярность всем остальным никакого успеха или никакого действия не будет приносить почему ну вот представьте у меня болит голова и мне говорят очень хороший есть препарат называется цитрамон выпить цитрамон я выпил цитрамон и говорю ой как классно перестала болеть голова так долго болела целый час а потом я вот второй человек говорю что за таблетки мне говорят цитрамон ну дайте я попробую выпиваю этот цитрамон и говорю так они никак не действуют но у тебя голова болит нет но а что же они будут действовать если они от головной боли татуфта какая-то и человек уходит так устроено все получается случае если символ создан для того чтобы как цитрамон голова не болела то его почувствовать может только тот у кого голова не болит ну а ваш символ он устроен как символ материальное через артистизм возможно вам подходит елена вегенска как справиться с боли в агодичной мерсе ответил но негативного ничего не несет как по сбыты ся пуповые грыжи без аппарата никак нельзя позбыты ся пуповые грыжи без аппарата но нияк потому что грыжа бывает большой это это грыжа белой линия ну это очень сложно можно ли есть манипуляции там загрызание зализывание сплевывание но это только для детей когда в очень маленьком возрасте у меня была женщина она приезжала у нее грыжа прямо как апельсин вот такая была я говорю так а зачем вам мучиться это все делает сейчас хирургия делает это за один час операции зачем вы мучаетесь а наш ущемляется постоянно болит кишечник неправильно работает зачем вы страдаете из-за этого и живот болит она у я боюсь операцию говорю я вам посоветую хорошего хирурга сделайте поехала и после этого горьба же же не знала что это так легко я лет 20 мучает зачем вам это что вы боитесь сейчас и седативные препараты уже нового поколения сейчас анестезиологи анестезии уже не такие начать не такие агрессивные уже щадящие комбинированы сейчас оперативное влияние уже более грамотное сейчас есть инструменты есть материалы хорошие что вы боитесь уже а уже хирургия так далеко прошла вперед что того даже что было три-четыре года назад этого уже нет сейчас все настолько экологично все настолько терпимо уже после операционной операционной реабилитации легкая к чему это вы так а вы ходите уважаемый андреевич в этом году просил у вас семинар программирования 24 отказали вы но я купил как всегда был он великолепно будет ли в этом году и может по вашему милосердию сделайте подарок нет он же 10 долларов стоит там этот семинар или у вас все так плохо не давайте если что-то у меня просите то не вот так вы же представляете среди нас есть люди которые могут заплатить но они этого не сделают потому что я вам подарю они потом придут ко мне скажут ты же ему подарил давай всем теперь дари а я скажу а почему я должен этого не сделать одному подарил тогда и вам должен подарить а нет я себя потом заставить не смогу сидеть и работать над семинаром если я на нем ничего не заработаю что меня может мотивировать и так хорошо зарабатывают зачем мне его еще проник если не заработаю денег на этом семинаре его проводить не буду вот и все весь механизм так единственное что меня может мотивировать это желание желание заработать люди говорят вот я бы провела да не провели бы люди говорят как мне одна женщина я вам от благодарю вот отправляю вам поцелуй отправляя вам машину картинку машины отправляю вам дом поэтому я это мой расчет такую картинку мне хотелось прямо написать так вот с этого момента живи вот в таком домике имей всегда такую машину и зарабатывай деньги в виде смайликов отлично поздравляю хлопаю в ладоши когда моим детям нужно будет жить в доме я точно не хотел бы чтобы они жили в доме который изображен в виде смайлика такая же и помощь будет моя а теперь экспресс ответы на быстрый вопрос андрей здесь благодарю за книгу всего хорошего вам спасибо иван доброд бич добрый вечер андрей андреевич будет ли улучшение на железнодорожном транспорте казахстана нет в этом следующем году нет добрый вечер андрей андреевич подскажите с но в дальнейшем до подскажет но все очень тяжелая сейчас будет ситуация на скорее всего север на востоке казахстана дети больше на запад смогу я ближайшее время оформить на пенсию так сможете смогу ли я ближайший добрый вечер андрей андреевич когда выйду замуж что когда-то же выйдет мой муж умер 15 лет назад при жизни говорил что никогда меня не отпустят я была достаточно молодой на момент его смерти замуж так не вышло есть шанс есть подскажите смогу ли я в ближайшее время оформиться на пенсии два раза до задаете вопрос влияет ли на меня практика гвоздистояния влияет нужно продолжать не ко мне вопрос могу ли я в ближайшее время я сейчас вас заблокирую надея надея навсегда и вы со своей пенсии никогда больше мне никогда ни один вопрос не зададите зачем вы пишите мне пять раз за чем пять раз написала получаю пенсию получаю пенсию сидите и пишите хватит издевать надо вас заблокировать мне 65 у меня киста молочной железы сильно запал мне что вы мне порекомендуют ваших препаратов возьмите сейчас шерсть не шерсть кролика кролика кожу с шерстью и вот этой кожей выделанной приложите к месту где у вас воспаление на грудной железе она уберет воспаление за 5 6 7 дней но обязательно идите к мамологу пусть определит это у вас все таки развитие тяжелого заболевания либо это все таки у вас мамологическое заболевание главное чтобы это не было у вас карцинома потому что вы считаете это киста она могла спровоцировать там появление там да будь что знаете не самолечение если из груди появляется дырочка из нее течет гной или соскать и что-то там сирозная жидкость или кровь надо идти к врачу 100 процентов не занимайтесь самолечением где купите вашу книгу про вузелки купите мою книгу про вузелки можно на сайте дуйко маркет она называется магические методы лечения вот так она выглядит вузелки вузелки разве есть такое такое слово на украинском языке вузли гудзики 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 гудзи про гудзи где найти книгу про гудзи можно на моем сайті дуйко . маркет там можете цю книгу придбать для себя и можете очень много взять очень важную и доречную для вас информацию так что можете замовлять на моем сайте дуйко гура або на сайт дуйко . маркет разъехались мужем но не развелись мне 46 было у меня осталось в оккупации живу за границей пострадала по мужу и начало все с ноля начинаю бизнес получится да получится у меня с подругой в конце февраля поехать в день да у дочери плосковальгусная деформация стоп обувь упражнение помогает что можно делать на ночь перед сном вокруг ног но не бедера вот нижней части ноги и не вокруг стопы кладите свинцовые пластины короче нет я не смогу помочь это сложно я могу но вот так вот за две секунды ничего вам не помогу как-то найдите возможность напишите мне может почему не ставят лайки андрея андреевичу сосредоточьтесь это важно жизнь так устроена что в целом большое количество людей является потребителями поэтому требовать что-то от потребителей бесполезно люди как писал как говорил свое время волан то не хотят потребителя что показал свое время мастер маргарите в книге мастер маргарита булгаков он показал что люди не готовы смотреть на шоу им нужно потребление вот когда открыли магазин и всем раздали хоть кто-нибудь проходил и сказал спасибо не это было безразлично схватили убежали поэтому благодарность обычно не является компонентом ну и максимальная благодарность такая но приблизительно да пошел ты то есть скажи спасибо что вообще обратили на тебя внимание да но в целом я никогда на это не обижаюсь такая жизнь знаете конечно же не надо требовать от людей ставить лайки и комментарии там продвигать что-то и так далее нет слушайте я не стремлюсь чтобы канал рос не гонюсь за тем чтобы было много людей я свою миссию выполняю то есть я считаю что тем что я помогаю другим людям тем самым я зарабатываю себе плюсики в карму и живу так чтобы у меня там взрослая мама там взрослые братья и сестры я сам взрослый уже у меня много детей это девочки и мальчики я хочу чтобы у мальчиков дети родились чтобы моих девочек семьи были порождались дети чтобы у этих детей все было хорошо и я считаю что вот такое служение людям это плюс к возможности магии в дальнейшем быть просто наверно счастливым от того что мои дети будут и более везучими и более может быть успешными и в этом я тоже им помогаю тем что вот так выхожу кому-то делаю добро и служу людям пусть это будет кто-то же должен говорить о любви кто-то же должен помогать принять решение как-то же это должно быть пусть хоть кто-то это делает ну вот я на себя такую миссию хоть немножко беру лечение сибирей высыпания на лице более года прыщики и кожа шелушиться в вашем случае это все гормональные сбои лечится это все моим препаратом фитонаб покупаете по одной таблетке три раза в день и пройдет ребенку пять лет не говорит как можно помочь представляете ставите ребенка просите его чтобы открыл рот мысленно представляете будто не мысленно берете нож чистый новый и как бы представляете будто там веревками связано и представляете будто вот так отрезайте ему зубы между зубами веревку как бы во рту после этого этот нож втыкаете в угол деревянной рамы где-либо и чтобы этот нож торчал и скажите будешь торчать в углу пока ребенок не заговорит как только заговорит после этого нож нужно выдернуть и на улице на перекрестке закопать после этого идти ни с кем не здороваться за руку и не смотреть назад такой сложный обряд можно сказать еще кидой дурак кидой дурак получится у меня продать дом нет в этом году не получится она следующие ну тоже нет аж до сентября есть молитвы и средства чтобы ребенок заговорил скорее всего есть но дело в том что есть батюшки и у них есть молитвы и этот вопрос вы ну не мне должны задавать если вам нужны молитвы идите к батюшке в церкви скажите батюшка вы мой духовник я каюсь дайте молитвы и он там поищет что-нибудь для вас напишет ну причем тут я и молитвы кицы мои ну каким я боком к молитвам эти ну я же эзотерик вообще я же вообще в другой теме вообще не то як допомогти дитине граев игры стрелялки потом агрессивный порт иначе зомби як знизить эту залежность давайте ему разрешение чтобы он это делал как можно больше также ставьте ему задачи говорите так ты что вчера прошел шесть уровней а как же 11 12 он наиграется если вы ему запрещаете то это будет продолжаться разрушать и вашу его психику случае если ему дать то он наиграется и бросить я так делал со своими детьми и все прямо кричали нет андрей андреевич нет вообще что ты делаешь что ты сейчас детям естественно семь восемь и девять лет они телефон вообще в руки не берут почему надоело не хотят играет в настольные игры рисую там вырезают что-то одна там шьет там что-то пробует там одна занимается живописью то есть к а им это уже не интересно ну вот и конец и все в свою от старые люди которые были что вы даете детям игру дети мои берите играйте сколько хотите они наигрались просто и после этого это им перестало нравиться на игрались насмотрелись уже не втыкает их от этого момента пока это невозможно пока кого-то это истерит пока это запрещено то этого и хочется а если разрешить то уже не хочет смогу открыть свою парикмахерскую конечно добрый вечер может ли болеть между бровей из-за нервов или гайморит или троничный нерв так сильно может по двое суток как вылечить нужно идти к то ларингологу пусть смотрит возможно там у вас какой-то процесс не очень здоровый такой но он и показывается мне как нездоровый процесс обязательно делайте мрт идите начинайте с невролога от ларинголога вопрос не ко мне могу ли я как-то помочь в данном случае в данной ситуации скорее всего полезным вам быть не могу хотя бы и хотел на электронной трудовой книжке появилось 2 неправомерные записи как можно эзотерически убрать неправомерной записи никак если записи есть то ничего сделать нельзя помните о том что не выдерешь и топором поэтому это не ко мне это наверное сервис нужно писать заявление нанимать адвоката и так далее и тому подобное то есть как эзотерически удалить разрушить целую систему убить людей завалить этот сервер ну я не знаю что с вашими мозгами что вы от меня хотите вы готовы там разрушить сервера которые охраняют эту информацию там юзнуть что-то что вы хотите чтобы тысячи людей из-за этой записи из-за двух записей ваших с вашей зарплаты вы хотите сделать так чтобы там миллиард людей пострадала не понимаю даты в ноябре для удачного начала 7 11 16 12 13 25 26 27 29 это дни в ноябре для удачного начала бизнеса что делать хочу поменять всю жизнь и но как или все оставить как есть если есть желание менять начните с прохождения первой ступени это чуть ли не единственный правильный путь который может для себя человек выбрать вообще хочу сделать призыв хотите изменить свою судьбу купите мою первую ступень и смотрите смотрите эту первую ступень внимательно делайте то что я там говорю там есть ряд практик одна из них там йовы и его явы это методы привлечения денег и выйти замуж они чрезвычайно легкие занимают очень мало времени и там я об этом всем рассказываю удивительная первая обновленная ступень измените свою жизнь а методы как это сделать я их даю сделайте это комфортно мягко и мега эффективно низкий земной поклон знание труд и вам большое на этом спасибо на этом будем заканчивать до свидания еще сегодня не ел хочу уже кушать поэтому отпускайте меня и пойду кушать там сегодня буду кушать болгарыч еще раз большое спасибо я вас обожаю до свидания всех обнимаю пусть вашей жизни всегда будет любовь пусть вашу сторону течет любовь пусть дети вас обижают обожают пусть ваши взрослые обожают малышей пусть малыши обожают взрослые пусть дети будут послушными пусть растут счастливыми пусть все выйдут замуж пусть все дочеря и сыновья выйдут замуж пусть все кто пьет бросает пусть все кто болеет выздоравливает счастья вам пусть наконец-то Пусть закончится война, пусть сворованные территории отдадут, пусть завоеванные территории будут принадлежать тем, кому они должны принадлежать, пусть те, кто участвует в том, чтобы разрушались судьбы, будут отомщены, пусть те, кто поддерживает войну, у всех вылезет неоперабельный геморрой толщиной в четыре кулака и никогда не излечивается. Пусть в жизни будет счастье, пусть люди будут счастливыми, пусть у всех рождаются дети, пусть у всех, у кого есть болезни, выздоравливают, пусть мир будет более добрым, доброта спасет мир. До свидания, счастья вам.